Девушки отдыхают Операторы колл-центра приняли более 500 звонков Ранее поступило около 1000 вопросов в социальных сетях Наибольшее их число по дорогам и работе транспорта Теме ЖКХ и благоустройства Развитию здравоохранения и социальной сферы Вопросов много, выбрали мы вот такой Из Устилимска Он, Игорь Иванович, обращается Галина Евгеньевна Жабилина Спрашивает, далее вот текст, как он написан Что будет дальше с нашим городом? Какие будут происходить действия? Убитый город интересуют дальнейшие планы Развития города Усть-Улимск Усть-Улимск, вот такой вопрос Усть-Улимск Хороший город Я сразу скажу, что мы Месяц назад Большой группой Членов правительства находились там Мы провели Заседание, региональный совет Мы пригласили Руководителей муниципалитетов Второго уровня, многие из них были первый раз Поэтому, считаю, город красивый Создавался уже в современной такой инфраструктуре Есть вопросы, конечно, мы не спорим И мы, когда проводили вместе с мэром города Анной Игоревной Встречу с жителями Она осталась потом Прием по личным вопросам Я думаю, что Многие моменты Понимаю, что еще, конечно, не сразу это все сделалось Но много моментов было по дорожному строительству Много моментов было по линии Жилищно-коммунального хозяйства Если житель Сустилимской, Галина Евгеньевна, обращается ко мне Давайте я переадресую, что там сегодня на территории Если можно связаться с Анной Игоревной Я думаю, она тоже на связи Мы прям четко поставили задачу Что нужно сделать до конца года Какие проекты нужно реализовать Мои коллеги, мой заместитель Тоже постоянно мне говорит, что идет в динамике Понятно, что, как в любой стройке Есть возникающие проблемные или скрытые вопросы Но в целом, когда я поздравляю В том числе жителей города Юстилимска Есть такая возможность Обязательно спрашиваю, что произошло Сегодня я поздравлял одного из руководителей Дошкольного учреждения Поздравил с днем рождения Спросил, как дела в городе На что мне ответили Двигаются, это очень хорошо Это радует При мне уже началась такая активная фаза дорожного строительства Мы договорились, что в сентябре месяце Константин Борисович, представитель правительства, проедет Еще раз посмотрит, что за эти три месяца произошло Есть ли сдвиги, конечно, нужно там и проектных, и новые решения Вы знаете, что мы там открываем осенью Слезобумажный наш картонный комбинат Там же мы были на этой площадке Видели, что сам комбинат И новое предприятие, которое вводится в эксплуатацию Дает возможность создавать условия Дополнительные рабочие места Это налоги, это экспортная продукция Возможно сегодня реализовывать ее в полном объеме И, наверное, очень важно Как правильно сказала Галина Евгеньевна Не забывать про этот город Игорь Иванович, вот смотрите, удалось дозвониться до заместителя мэра Оселинска Эдуард Вячеславович Симонов Давайте с ним тогда эту тему обсудим Да, давайте Он тоже был в курсе, Эдуард Вячеславович, добрый вечер Добрый вечер, Игорь Иванович Расскажите, что произошло хорошего Или ничего не произошло с момента наших принятия совместных решений По дорожному строительству По вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественных пространств Игорь Иванович, началось эксплуатирование улицы Героев Труда Продолжаются работы по благоустройству площади Правда, немножко есть со стороны подрядчика недоработки Но все решается Продолжается ремонт капитальных школ В принципе, работа идет Группа Элим готова выходить на асфальтирование улицы Партизанской Спасибо вам большое за помощь в этом вопросе Я думаю, что со следующей недели уже начнут Ну, в любом случае, хотелось бы, чтобы город был действительно такой красивый Как его задумали наши предшественники И я уверен, что сами устилимцы это точно радуются Этому, что внимание есть Все вопросы и наказы будут направлены в профильные министерства и ведомства Где специалисты отработают в индивидуальном порядке В завершении прямой линии губернатор подчеркнул Что Иркутская область стала для него родным домом 9 августа около 23.00 в Устилимском районе Водитель легкового автомобиля Toyota Mark II сбил пешехода Мужчина шел по краю проезжей части в попутном направлении Сообщает Госавтоинспекция Иркутской области От полученных травм 41-летний пешеход скончался на месте происшествия Это уже третий с начала августа случай гибели пешехода Все погибшие находились на проезжей части На неосвещенном участке дороги Без световозвращающих элементов в темное время суток Чтобы обезопасить себя и быть заметным другим участником дорожного движения Инспекторы настоятельно рекомендуют пешеходам Использовать световозвращающие жилеты, эмблемы на одежде, брелоки Что позволит водителю вовремя заметить их и избежать наезда Гибель людей на водоемах остается в числе актуальных проблем Трагичные случаи зарегистрированы в 22 муниципальных образованиях Иркутской области Наибольшее их количество в соседнем Братске 5 случаев Всего с начала летнего периода произошло 47 происшествий В 12 из них погибли дети В числе причин гибели безнадзорное нахождение несовершеннолетних у воды При этом два малолетних ребенка, полутора и двух лет, утонули при непосредственном нахождении родителей на берегу Одни по причине алкогольного опьянения, другие в силу невнимательности, недосмотрели за ними Купания в несанкционированных местах закончились смертью 26 взрослых 17 из них купались после распития спиртных напитков Четверо погибли при несоблюдении правил безопасности на рыбалке Двое из погибших были пьяны Один смертельный случай произошел из-за нарушений правил безопасности на водных объектах во время сплава Статистика свидетельствует, 88% случаев гибели произошло в стихийных местах купания На сегодняшний день в регионе насчитывается 355 несанкционированных мест массового отдыха людей В Народный фронт обращаются бойцы специальной военной операции с просьбой предоставить им машины Правительство Российской Федерации приняло решение о безвозмездной передаче техники от федеральных государственных структур и органов власти Обеспечение транспортов бойцов СВО очень своевременно Там на передовой он очень нужен В день ребята проезжают тысячи километров Что говорить о том, что автомобили страдают от обстрелов Получается, это настоящий ходовой товар В ближайшее время в зону СВО отправится 7 единиц техники Практически ежедневно к нам обращаются ребята с просьбой о предоставлении транспортных средств в зону СВО для выполнения боевых задач И вот сегодня мы уже встретились с представителями трех федеральных организаций и осмотрели машины И семь из предложенных мы забираем и отправляем в ближайшее время ребятам в помощь для выполнения боевых задач Мы с первого дня специальной военной операции стараемся помогать нашим ребятам, землякам У нас есть студенты, которые участвуют в специальной военной операции Когда пришел запрос, клич помощи, что нужен транспорт для специальной военной операции Мы не раздумывая отдали список тех транспортных средств, которые готовы передать нашим землякам Иркутский государственный университет путей сообщения предоставил три машины УАЗ «Патриот», ГАЗ-2705 и автобус «Сан-Йонг» и «Стана» Государственный региональный центр стандартизации, метеорологии и испытаний – два УАЗа Государственная инспекция труда – два авто – «Рено Меган» и «Лада 213100» Все машины перед отправкой пройдут техническое обслуживание и ремонт, если потребуется Благодарим правительство Российской Федерации за такое своевременное решение о передаче техники ребятам на фронт Областной избирком информирует Прием заявлений в Устилимской районной территориальной избирательной комиссии осуществляется по адресу Улица Комсомольская, 9, в городской на Героев труда, 38 Уже привычная площадка для волонтеров экологической акции «360» из Устилимска – Декий пляж «Жираф» 19 августа снова станет точкой сбора Вокруг пляжа «Жираф», на котором любят отдыхать семьями и компаниями, проходит лесополоса Она превратилась в большую свалку бытовых и строительных отходов Волонтеры «360» разберут завалы, соберут мусор и почистят тропинки Впервые акция «360» состоялась в Устилимске в 2020 году на левобережном пляже Ангары Тогда команда благоустроила территорию родника рядом с ГЭС и собрала КАМАЗ мусора В сентябре 2023 года планируется выделение средств из областного бюджета для проведения бесплатной авариогистиоэктомии – самок-собак На Устилимской станции по борьбе с болезнями животных ожидается распределение на 130 особей Для населения операции будут абсолютно бесплатными Кто никак не решался, определяйтесь, в сентябре будет объявлена запись Объекты спорта готовы к новому спортивному сезону К примеру, в Доме спорта «Юность» проведены ремонты в двух спортивных залах Это помещение, где проходят занятия ушу и боксом Идет ремонт в холле учреждения Работы выполняет индивидуальный предприниматель Москалева Финансирование выделено в рамках реализации перечня проектов народных инициатив В зале бокса проведены демонтаж старого напольного покрытия Его обновления Уложены фанера и линолеум Покраска стен и установка подвесных потолочных конструкций С освещением «Армстронг» Рисунки на стенах – подарок подрядчика для спортсменов Которые будут заниматься в отремонтированном зале Для ушуистов заменили двери запасного выхода Установили подвесной потолок с освещением А вот покраска стен осуществлена за счет собственных средств Дирекции спортивных сооружений города Устилимска На первом этаже Дома спорта Начался демонтаж напольной плитки Затем будет уложена новая Помимо этого запланирована замена дверей гардероба 12 августа с 11 часов на стадионе «Юбилейный» Всех устилимцев ждут на праздник спорта День физкультурника Программа мероприятия насыщенная Суперкубок города по футболу Городской фестиваль «Готов к труду и обороне» Среди семейных команд Соревнования по ворк-ауту, силовому экстриму, армрестлингу Веселые старты среди трудовых коллективов И многое другое Для детей будут работать детские площадки Сквадрошоу и спортивными настольными играми Также пройдет семейный фестиваль ГТО Приглашаем команды семейные в составе трех человек Ребенок от 6 до 17 лет А также взрослые два человека Женщины и мужчины И тем самым команда три человека В рамках фестиваля будут сдавать нормативы ГТО Кто лучше сдал, та семья будет самой спортивной признана Также пройдут соревнования по воркауту Если вы умеете делать хорошие трюки на турниках Приходите обязательно По армрестлингу Любой желающий может без исключения тоже принять участие в соревнованиях Пройдет городской квиз на такие спорты Разбирайтесь в спорте Получите множество призов, если будете отвечать правильно на спортивные вопросы Также пройдут веселые старты среди трудовых коллективов Здесь мы приглашаем команды в составе пяти человек от организации предприятий нашего города В завершении будет соревнование по силовому экстриму Самые сильные мужчины, приходите, ждем вас Ну и самое главное, телефон для справок 52693 Заявки можно предварительно подавать А также можно придя уже непосредственно на стадион Также с программой нашей вы можете ознакомиться в наших группах ВКонтакте Дирекция спортивных сооружений города Устилимска Алена Феоктистова, Антон Емельянов, информационная программа «Северный город»